Ну, президентом будет Порошенко. Точно? Да, абсолютно. Что с коррупционерами делают в нормальных странах? В тюрьму! Что с коррупционерами делают в Беларуси? Его перевел в госсекретариат. Но обо всем по порядку. Деды воевали. В Беларуси масштабно отметили главное достижение режима Лукашенко за последние 25 лет царствования. Победу в Великой Отечественной. Спасибо, молодцы, что пришли. Праздник, я не хочу. Вас так же с праздником. Поскольку больше гордиться нечем, а скоро нужно переизбираться, из памятной даты решили выжать по максимуму. Бросив миллионы долларов государственных средств на организацию праздника. И хоть... У природы нет плохой погоды. В этот раз погода явно подкачала. 6-7 градусов тепла в совокупности с многочасовыми изнурительными репетициями по правильному держанию фотографии деда дали о себе знать. Воинственный праздник из принудительно согнанных на него школьников, бюджетников и активистов БРСМ незаметно превратился в акцию самых настоящих оппозиционных отморозков. Ну, не будем говорить о нынешних отморозках. Но вслух, конечно, никто не возразил. Потомки партизан все-таки. Да и немного согревали теплые сказки Венского леса от мутрого лидера. Идет усиление военного присутствия на наших рубежах. Перечеркнут договор о ракетах средней и малой дальности. Одним словом, кругом враги. А коварная НАТО опять копит силы у границ хрустального сосуда стабильности, как и все последние 25 лет. С тревогой, наблюдающими за безумцами, толкающими планету к новой мировой войне. Нас душат санкциями, обливают грязью клеветы. Вдоль наших границ летают военные самолеты. НАТО, создаются новые базы, совершаются провокации. Сложная современная обстановка предъявляет повышенные требования к укреплению обороноспособности нашего государства. Геополитические ствиги, произошедшие на рубеже вежков, не сделали мир более безопасным. В различных регионах планеты вспыхивают локальные войны и межнациональные конфликты. Но все эти 25 лет Александр Григорьевич почему-то не вспоминает своего отца, по его легендарным словам, героически погибшего на войне. Его российский коллега, а тоже, к слову, хоккеист. Каждое 9 мая с удовольствием берет портрет отца, а вот глава Беларуси отнюдь не шествует во главе белорусского бессмертного полка. Акции «Беларусь помнит». О неизвестном Грише в нашей стране почему-то принято не вспоминать. Видимо, Лукашенко опасается, что однажды коварная НАТО изобретет таки машину времени и отправит ему в далекий 54-й год упаковку качественных презервативов. А вот детям других людей в нашей стране отнюдь не так легко, особенно накануне 9 мая. Где-то год-два тому назад было мое поручение, оно не нашло такого массового распространения, пропаганды. Было поручение, чтобы дети занялись школьниками памятниками погибших. А у нас же их тысячи. И мы к каждому памятнику пришли. А к некоторым даже привели маленьких детей. Как этих двух девочек из Осиповичей, которых заставили стоять при температуре всего 5 градусов в безлюдном месте у советского железобетонного памятника. И зачем-то отдавать честь проезжающим вдалеке автомобилям. Если бы те самые воевавшие деды это видели, наверное, от такой жестокости к малолетним в гробах бы попереворачивались. Девочки, что вы в одной судашках, что ли, да? В одной вузочках, да? Да. Вы не позамерзали, не? Нет. А вот эти гости из России, если не замерзли, то явно перегрелись. Представившись администраторами группы «Веселый чекист», они поведали журналистам о том, что расстреливать людей весело. То есть расстреливать людей было достаточно весело, по вашему мнению. Мы имеем в виду, что будет весело расстреливать наших олигархов. Впрочем, белорусские власти таким лишь рады. У нас даже есть свой, правда, невеселый чекист. Именно его подчиненные и разгоняли тех, кто отстаивал места массовых захоронений жертв сталинских репрессий перед государством. Не без указки сверху, конечно. И вы посмотрите, там крестов навбивали на этом кладбище больше, чем деревьев. А ты, когда забивал этот крест, ты думал о том, что там голова погибшего человека? Что ты загоняешь этот крест в тело или в голову этого человека? Если уже хотели эти кресты там прикрепить, так возьмите этих страдающих католиков и православных, которые вдруг возбудились, священнослужители, пойдите туда, осветите и привяжите этот крестик к дереву, чтобы в голову не вбивать этот крест там. В любой нормальной стране такое отношение к народной реликвии стало бы шокирующей сенсацией, но только не в нашей привыкли. Зато, по слухам, у нас едва не случилась другая сенсация – целый военный переворот. А началось все с ареста бывшего охранника Лукашенко, заместителя госсекретаря Совета Безопасности Андрея Фтюрина. Официально за взятку в 150 тысяч долларов. Причем подозрения в коррупции у Лукашенко возникли еще и раньше. Но вместо отправки Фтюрина в тюрьму, он отправил его отвечать за безопасность страны. Впрочем, к отсутствию логики все уже привыкли. И даже слова о том, что чиновникам дают землю, чтобы они не воровали, никого уже не вызывают удивления. Да что там, даже этот душевный спич про копыта вызвал возмущение лишь у пары человек. Потребитель сам должен решать, постришься ему в дорогом салоне или два-три раза дешевле в парикмахерской на дому. Состоятельный человек, он будет в салон ходить. Но все ли наши граждане могут в салоне постришься и копыта почистить? Не все. Но вернемся к нашим баранам. Разумеется, в официальную версию о взятке в 150 тысяч долларов мало кто поверил. А известный российский журналист Сергей Доренко начал даже рассказывать о новых задержаниях, связав их с выдворением из Минска российского посла Михаила Бабича, который так и не смог, цитата, «вырвать» Лукашенко клыки. Люди понимают, что это блеф. Сергей Доренко в свое время дружил с Лукашенко и даже несколько раз брал у него интервью. В 2011-м они вместе обсуждали вопрос наличия, извините, яиц у европейских политиков. Все европейские лидеры – это ничто. Вожди. Они никакие, они никто. Они спорят. Они без яиц. Извини меня, это не мой термин. Ну, сарказида с яицами. Какими яицами? Сарказида. Кто вам сказал? Сарказида. В общем, общались Доренко и Лукашенко много, близко и, судя по всему, очень откровенно. Финал был немного предсказуемым. Как говорил один мой знакомый, покойник, я слишком много знал. В словесном поединке двух носителей яиц, один из которых начал говорить много лишнего, победил опыт. По официальной версии медиков, причиной смерти Сергея Доренко стала разрыв аорты. Это случилось через несколько дней после его публикации о подготовке в Беларуси военного переворота, арестах в спецслужбах и возможной роли во всем этом Михаила Бабича и Андрея Фтюрина. При этом на здоровье московский журналист перед этим не жаловался. Совпадение? Не думаю. Но как же до живущего в Москве Сергея Доренко удалось добраться? Одна из версий связана с ролью российского олигарха Михаила Гуцериева. Владельца радиостанции «Говорит Москва», на которой Доренко до последнего дня работал главным редактором. Но есть у дяди Миши, как любит называть его юный Коля Лукашенко, и проект покрупнее. Это предприятие «Славкалий» в Беларуси разрешил добывать дорогостоящее народное достояние ему лично Александру Лукашенко, которому незадолго до этого Гуцериев совершенно подружески подарил роскошный вертолет за 12 миллионов долларов. Нет, конечно же, это не взятка. И большие деньги тишину совсем не любят. А разговорчивый Сергей Доренко умер исключительно по естественным причинам. Потому что, в отличие от Александра Григорьевича, спортом не занимался. Хотя я больше на тяжелоте-то похож, чем на хоккеиста. Впрочем, вряд ли у Александра Григорьевича есть время терзаться угрызениями совести. Даже накануне праздника он занимался великими открытиями. Например, 3 мая торжественно открыл вторую взлетно-посадочную полосу в национальном аэропорту Минск. Ее слепили из говна и, простите, из отечественных материалов в три раза дешевле, чем предлагали компании с мировым именем, строящие такие сооружения десятилетиями. Сегодня мы имеем полосу. Не секрет, что я с этой полосы уже взлетал и ночью приземлялся и спросил у своего пилота. Ну и что? Он говорит, я видел такие полосы только в Арабских Эмиратах. Это величайшее наше достижение. Это говорит о том, что мы можем все. Ну, качество, долговечность и безопасность ведь не главное. Главное инвесторов привлечь. Как увидят они и своих Боингов, Эйрбасов и прочих бизнес-джетов, пролетая над болотом стабильности новенький кусочек отечественного бетона, так сразу и захотят приземлиться и вкладывать, вкладывать, вкладывать деньги. Но это не точно. Для того, чтобы эти лайнеры к нам летали и приземлялись здесь, ну, надо, чтобы все было достойно, ибо они полетят. Мы в таком месте находимся, что могут или южнее, или где-то севернее присесть. А сюда не пойдут. Здесь, правда, Александр Григорьевич далеко не первый. Уже в середине прошлого столетия на далеких островах Меланезии существовал целый культ карго. Местные папуасы строили копии аэротромов, самолетов, диспетчерских вышек и антенн в надежде на то, что прилетят американские транспортники и снова, как в годы Второй мировой войны, начнут щедро сбрасывать им ящики с тушенкой, мешки с рисом и мукой, палатки, одеяло и одежду. Так и сидели у своих сооружений и ждали. Но никто уже не прилетал. Просто не прилетают состоятельные люди к папуасам, пока те сами не захотят развиваться. Главное, чтобы трещин не было на полосе. Вы же обещаете? Обещаю. Спасибо. Вообще перед выборами всякому белорусскому политику, от царя и до шута Горохова в атаке чешутся руки что-нибудь открыть. Вот вам придворный историк, идеолог и как бы депутат Игорь Марзалюк, прославившийся своим умением особенно эмоционально и верноподданно выслушивать речи колхозного императора. Недавно на своей малой родине торжественно открыл архиважный объект. Объектом оказались обычные железные поручни на спуске в местном парке. То, что дорога там неровная и неблагоустроенная, Марзалюка не слишком волновала. Главное ведь галочку поставить, что угодил избирателям. Все равно считать их голоса никто не будет. Многие используют эту дорогу, чтобы добраться на работу и отвезти детей в школу. Теперь время, потраченное на путь, сократится в разы. Ну а на этом из самого важного пока все. Ваши лайки и комментарии продвигают видео в топ, а подписки мотивируют на создание следующих видео. Подписывайтесь на телеграм-канал, именно туда отныне переехала наша популярная рубрика «Удар под дых всей системе». В Минске пьяный милиционер катался по МКАДу на мотоблоке МТЗ и попался. Немного культуры из ушачей. Удаляй, блядь, видел свое. Информация о том, как в Бресте командир воинской части использовал солдат в качестве рабов на подпольном производстве тренажеров, а в Гродно сотрудник конвойных войск МВД совмещал работу в автозаке и такси, пока мы не написали про это. В Солигорске идеолог райисполкома занимался интимом с парнями прямо в служебном кабинете. В Уорше у милиционера изъяли наркотические таблетки. Все это и многое другое, за что могут забанить на Ютубе и посадить в Беларуси, вы найдете в телеграм-канале Нехта. Сто миллионов? Сто пятьсот миллионов? Па, а это ты куда от бюджета отпиливаешь? Это на милицию, сынок. На КГБ, на другие нужные службы. Па, а тебе не кажется, что ты слишком много тратишься на людей в погонах? Сынок, во-первых, часть я не отобьюсь штрафами и конфискациями. Я им планы тоже поднял. Но во-вторых, запомни, или ты кормишь людей в погонах, или однажды за тобой придут люди с погонями. Кстати, подписывайтесь и на аниматора «Дорогу». У него классные и актуальные мульты на белорусскую тематику. А вот брестский блогер Денис Марук зачастую рассказывает о беспределе милиции. И другие обстоятельства в Бресте с резонансным ДТП автомобиля специального назначения госавтоинспекции. Как и автор полоского канала Гейбл, который уже не раз за свою деятельность поплатился сутками ареста. Я сейчас вызову охрану. Вызывайте. Слушайте, иди, ты понимаешь, что ты задренишь? За что? Да, все замечательно. Все ссылки в описании. Продолжение следует...